Восточные танцы, песни советской эстрады и не только, так открылась праздничная программа в культурном центре «Восход», посвященная Дню пожилых людей. Публика собралась, пожалуй, самая искушенная. Поздравить старшее поколение приехали воспитанники детской студии танца «Ассорти» и Дома детского творчества «Созвездие». Свои номера показали и люди пожилого возраста. Многие из них занимаются творчеством с детства и до сих пор не бросили свое увлечение. А есть те, кто только на пенсии раскрыл свой потенциал. Например, Алина Горелова петь начала лишь 4 года назад, но уже обрела массу поклонников. Я четырехкратный участник международных конкурсов первостепени, диплом первостепени. То есть я, меня где приглашают, я нигде не отказываюсь. Я с удовольствием, с душой. И меня очень принимают люди, мне это радует. То есть как бы мы, наверное, вдохновляем друг друга вот таким образом. В зрительном зале участники клуба «Активное долголетие». И пусть им далеко за 50, многие продолжают вести активный образ жизни. Они вместе ходят на экскурсии, занимаются танцами, играют в настольный теннис, устраивают прогулки на теплоходе, а еще собирают гуманитарную помощь. Кроме экскурсии, бывают у нас очень такие интересные познавательные занятия. По нейрогимнастике, например. Потом компьютерные курсы посетила я. Что еще полезного такого? Ну, волонтерское, там мы помогали нашим бойцам, когда были сборы. В честь праздника самых активных долголетов наградили благодарственными письмами. Вы даете огромный пример жизни, что жить надо здесь, сейчас и каждый день. И я желаю вам, чтобы этот каждый день еще был долго-долго-долго в вашей жизни. Клубу «Активное долголетие» в Химках всего пять лет, но он уже насчитывает свыше 10 тысяч человек. И это те люди, которые своим примером показывают, что и на пенсии можно вести не только активный образ жизни, но и быть востребованным. Олег Тюрин, сервер Бекмамбетов, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ. Новости Химки-ТВ.